Сегодня у нас День Благодарения, и мы в конце нашего служения будем особенным образом благодарить Бога за те благословения, которые, я верю, мы переживали на протяжении всего этого года. Перед этим хочу поделиться Словом Божьим. Мы знаем это место из Библии, это 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Написаны такие слова. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Мы не раз читали это место, мы знаем его. И знаете, недавно, размышляя над этим местом из Слова Божьего, я задал для себя таких три простых вопроса и хотел бы поделиться ими с церковью. Первый вопрос. А как благодарить Бога, когда у всех у нас разные обстоятельства? Как благодарить Бога, когда мы переживаем разные обстоятельства? Я искренне верю, многие из нас, мы переживали благословения на протяжении этого года. Кто-то создал семью, у кого-то родился ребенок, может быть, у кого-то двойня, кто-то получил исцеление, кто-то получил освобождение, кто-то переживал благословения в материальных сферах, у кого-то поднялась зарплата, у кого-то, может быть, новая работа, у кого-то расширился бизнес, может быть, какая-то пришла новая идея, кто-то купил жилье, кто-то сделал ремонт, кто-то приобрел автомобиль, кто-то имел возможность отдыхать, может быть, и не раз. Бог сильно благословлял нас на протяжении всего этого времени. Давайте за все благословения вознадим ему славу. И Бог благословляет свой народ. Но если быть честным, знаете, есть и другая сторона медали. Я думаю, есть люди, у которых не поднялась зарплата. Возможно, есть люди, кого-то Бог еще не исцелил в этом году, кто-то не получил, может быть, еще свободы, может быть, кто-то еще продолжает молиться за спасение родных и близких, а они пока не идут к Богу. Может быть, кого-то сократили с работы, а кто-то, может быть, и провел вечность дорогого, близкого человека, он ушел к Богу. Есть разные обстоятельства. Стоит вопрос, Бог, ты, наверное, какой-то несправедливый, почему у одних людей может быть хорошо, а я, может быть, переживаю какие-то трудности. Как благодарить Бога, когда у нас разные обстоятельства? Знаете, у нас действительно разные обстоятельства. Но если копнуть глубоко и посмотреть на основание благодарности, то Бог, как милостивый Отец, в основании дал нам равные условия для благодарения. Бог одинаково любит каждого из нас. Бог заплатил за спасение нашей души одинаковую цену, жертву Его Сына Иисуса Христа. Для Бога в основании благодарности есть, мы для Него все одинаковые. Неважно, я мужчина или женщина, я богатый или простой человек, я высокого или низкого роста. Изначально в основании Бог заложил для благодарности равные условия, жертву Иисуса Христа и свою любовь. Виблия говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного. Да, в процессе от разного выбора, от разных жизненных обстоятельств, благословения могут быть разные. Но в основании, у нас есть основание для благодарности Богу. Это Его любовь и жертва Господа Иисуса Христа. Давайте за Божью любовь, ко всем нам одинаковую, воздадим Ему славу. Знаете, братья и сестры, какие бы сегодня мы не переживали обстоятельства, у каждого из нас есть основание для благодарности Богу. У каждого из нас. Второй вопрос. Почему важно благодарить Бога в разных обстоятельствах? Знаете, в оригинале это место, которое мы прочитали, за все благодарите, звучит так, во всем благодарите. Библия говорит, обстоятельства могут быть разные, и они бывают разные. Знаете, почему важно благодарить Бога, когда все хорошо складывается? Знаете, такое выражение, как жизнь, как по маслу. Прет молодежь, говорит, да? Почему важно благодарить Бога? Второзаконие 8, 12, 14 написаны такие слова. «Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надбилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Знаете, что делает благодарность в хорошие времена нашей жизни? Она напоминает нам, кто наш Бог. Когда в нашей жизни, знаете, есть трудности, когда переживания, легко уповать на Бога, легко Ему доверять, но когда в жизни все хорошо, знаете, так оно, ну, наша плоть так устроена, ей так и хочется сказать, не моя ли рука, не я ли всего этого достиг? Так вот, благодарность в хорошее время позволяет нам сохранить наше сердце от надменностей и не забыть, кто является истинным источником благословений в нашей жизни. Поэтому быть благодарным, благодарность – это лекарство от надменности. Благодарность, знаете, с другой стороны, в трудностях, когда мы переживаем трудные обстоятельства, как благодарить Бога, для чего благодарить Бога. Я хочу тоже прочитать короткую историю Деяния 16, 24-26. Эпизод из жизни апостола Павла и его сослужителя силы, которые вместе проповедовали Евангелие. Из-за проповедей Евангелия были вернуты в темницу. Библия говорит, что ноги их не были забиты в оковы, их кинули в такую глубокую яму, где было сыро, они были голодные, побитые. И Библия говорит, что около полуночи в таких тестенных обстоятельствах они нашли в себе силы благодарить Бога. Мы читаем Деяния 16, 24-26. «Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг вздрелось великое землетрясение, так что поколебались основания темницы. Точно отворились все двери и узы у всех ослабели». Знаете, в этих непростых обстоятельствах Павел и Сила в темнице в полночь находят в себе силы для благодарности Богу. Для чего нам благодарить Бога в трудных обстоятельствах? Для того, чтобы видеть Его руку в эти непростые времена. Знаете, когда огромный шторм, когда лодку, скажем так, кидает во все стороны, очень важно понимать координаты хотя бы, где ты находишься. Так вот, благодарность, она позволяет нам видеть руку Божию, она позволяет нам видеть то, Бог с нами, Он нас не оставил, Он нас не покинул. Я хочу сказать, благодарность – это лекарство от надменности, от того, чтобы забыть Бога, и от ожесточения сердца в трудные времена. И третий вопрос, мы будем иметь еще и молитву. Итак, мы говорили, как благодарить Бога, когда у нас разные обстоятельства? Мы говорили о том, почему важно благодарить в разных обстоятельствах. И третий вопрос, а на что влияет моя благодарность? Какая польза от моей благодарности? Знаете, когда я рассуждал об этом, я думаю, что мы все можем сказать, да, благодарность приносит благословение. И действительно, благодарность приносит благословение. И знаете, если мы будем рассматривать благодарность как восполнение просто наших собственных нужд, и через благодарное сердце нужды действительно восполняет Бог, благословляет нашу жизнь. Знаете, в Библии есть пример, когда и через ропот Бог восполнял нужды. Когда израильский народ, он был в пустыне, и у них не было мяса, и они роптали на Бога, они роптали на Моисея, и говорили, зачем ты нас вывел из Египта, нам там было хорошо, у нас там было мясо, был шашлык, а тут в пустыне нам нечего есть. То Бог ответил им на их ропот. Прилетели перепелы, было много мяса, они наелись его. Знаете, и благодарность, и ропот могут восполнять нужды. Вы знаете, чем отличается? Через ропот можно восполнить нужду, но никогда мы не будем через ропот иметь радость. Какое благословение приходит через благодарность? 1 Тимофея 6.6 написано, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Знаете, благодарность, она не только восполняет нужды, она приносит наибольшее благословение, это довольство. Это довольство в нашей жизни. И когда мы говорим о качестве жизни, знаете, наша жизнь не измеряется количеством материальных ценностей, наша жизнь измеряется количеством довольства от того, что мы имеем. Я хочу сказать простое, но очень важное откровение. Братья и сестры, если в своей жизни сегодня я не имею довольства, я не удовлетворен тем, что есть, мне все не так или много чего не так, я потерял благодарность Богу. Если в моем сердце есть благодарность Богу, то как благословение Бог обязательно наполнит мое сердце довольством. Я буду довольствоваться, я буду благодарен, буду рад тем, что окружает меня вокруг. Еще одну мысль хочу сказать. Знаете, часто мы смотрим на благодарность как на один из ингредиентов для того, чтобы получить благословение от Бога. Мы знаем историю, когда Иисус Христос проповедовал множество, количество людей, и там была проблема, не было еды. Помните, нашли мальчика, у него было пять хлебов, две рыбы. Они принесли это все к Иисусу, Иисус написано, воздал благодарение, и Бог явил чудо, умножилась эта еда. Иисус Христос накормил через учеников тысячи и тысячи людей, Библия говорит, все наелись, еще и осталось. Знаете, бывает так, мы смотрим, ну, благодарность, это как, вот как я борщ, например, кто-то варит, да, там, хозяйка варит борщ, там, картошка, что там надо, капуста, буряк. И вот, надо что-то получить от Бога, надо обязательно его поблагодарить. Знаете, такой ингредиент благодарности. И когда мы смотрим, вот это слово, которое здесь написано, когда Иисус умножал хлебы, слово благодарность, это же слово стоит, когда Иисус имел с учениками последнюю вечерю. Он написано, взял хлеб, взял чашу, и это же слово стоит, благодарю. Тут стоит греческое слово, эухаристео, как не просто благодарность, а как иметь суть благодарности. Знаете, Христос, когда ты умножаешь любы, можно поблагодарить так. Но когда ты говоришь о том, что через время ты пойдешь на распятие, когда ты говоришь о том, что тебя ждет огромное мучение, говорить это с благодарностью, это может только личность, благодарность, которая является сутью его сердца. Братья и сестры, там, где сутью нашего сердца будет благодарность, там обязательно, как благословение, будет самое большое благословение от Бога. Это довольство и радость. Я хотел бы привести один пример. Эта история случилась в Украине буквально, по-моему, в этом году даже. Зимой были Олимпийские зимние игры в Токио. И одна наша соотечественница, она участвовала в вольной борьбе, она выиграла Олимпийскую медаль, заняла третье место, заняла бронзу. Вернувшись на Украину, ее поблагодарили и благословили ее. Ей подарили квартиру. И вот она описывает эту ситуацию, я прочитаю, так как она описывает эту ситуацию, пост выложила в Фейсбуке. С ее словом. Вчора відбулась еще одна очень важливая и необходимая события в моем жизни. Губернатор Киевской области вручил мне ключи уже от моей квартиры в моем городе Ирпинь. Что это значит для меня? Что вы понимаете, я даже свои комнаты никогда не имел. Так склалось моё життя. Своё властное житло – это, насправді, была моя мечта. Не меньше бажана, чем Олимпийская медаль. И вот сегодня я тримаю право властности на одинокімнатную квартиру на 41 метр квадратный. И уже завтра я могла начать ремонтные работы. Но, три крапки, за всеми моими перемогами стоит еще одна людина. Это мой тренер, с которым я працюю на протязи 8 лет. Он не только меня тренует, а и всегда был поряд протягом всего часа. Так было нелегко. Но чтобы вы понимали, был такой час, что он мне купил одежды. Его маленькая донька Тетяна та его дружина не бачать его месяцами, потому что он постоянно зі мною на сборах. Знаходил деньги, чтобы поддерживать меня в первую очередь. Не маючи своего властного житла, я очень ценю весь вклад своего тренера в меня. Я понимаю, на какие жертвы он шел заради цієї перемоги. И хоть в нашей стране, на жаль, тренеров остаются поза уважей, но все же я хочу сказать своему тренеру – дякую. И отдать подарованную мне квартиру заслуженному тренеру Украины – Володимиру Васильевичу Яремко. Вы ее заслужили. А я продолжаю мріяти та працювати над втіленням своих мрій. А вы мне, как завжди, то поможете. Давайте мы поднимемся. Знаете, когда я почитал эту историю, она коснулась моего сердца. Что хочет сказать эта олимпийская чемпионка, зовут ее Ирина Каляденко. Она хочет сказать, за моими победами кто-то стоит. В моих трудных обстоятельствах мне кто-то помогал. И она это ценит. Она благодарна. Не только на словах, а и на таком серьезном поступке. Знаете, дорогая церковь, у нас есть тот, кто не просто является нашим тренером, он является нашим отцом. Он стоит за нашими победами. Он помогает нам в наших трудностях. Он ведет нас по этой жизненной дороге. И сегодня у нас есть прекрасная возможность сказать нашему отцу, нашему Богу простые слова. Спасибо, дякую, поблагодарить Его. Знаете, эта история имеет продолжение. Она так сделала. И расположилось в сердце руководителей Ерпеня, бизнесменов. Они скинулись финансами, собрали деньги и купили ей квартиру. У этой женщины есть собственная квартира. Благодарность, она всегда вознаграждается. Она приводит к благословению. Но самое главное, это довольство. Это радость. Это состояние сердца. Я хотел бы сегодня совершить первую молитву. Помолиться с людьми, которые первый раз на этом служении. Вы в первый раз пришли в церковь. Может быть, не в первый раз. Несколько раз приходите. Но вы еще не каялись перед Богом. Может быть, вы каялись, но отошли от Него. Вы хотите, чтобы Бог простил ваши грехи. Я хотел бы помолиться вместе с вами. Где бы вы ни стояли, в зале, на балконе, пройдите, пожалуйста, вперед. Знаете, у каждого из нас есть наш Небесный Отец, который любит нас такими, как мы есть. Нас с Богом разделяет грех. Но для того, чтобы наш грех был прощен, Иисус Христос 2000 лет назад заплатил своей жизнью ценой своей крови, ценой своей жизни, ценой своего естества. Он заплатил за это на кресте. И сегодня каждый из нас, мы имеем право быть прощенными, очищенными, измененными. Знаете, за наши победы, за наши благословения Христос заплатил цену. Если ты хотел бы сегодня, чтобы с сегодняшнего дня Иисус Христос был твоим лично Богом, простил твои грехи, я приглашаю тебя вперед. Мы будем иметь молитву. Проходите, пожалуйста. Может быть, ты стоишь, внутри тебя идет борьба. Если ты слышишь внутри себя этот тихий голос, который зовет тебя. Я не зову тебя в церковь. Я зову тебя навстречу с Иисусом Христом. Проходи. Проходи, это время для тебя сегодня. Давайте мы поддержим аплодисменты. Проходите, не стесняйтесь. Может быть, еще есть люди, мы короткое время ожидаем. Не уйди сегодня с этого места, не примирившись с Богом. Не уйди с этого места, не получившись прощения своих грехов. Знаете, Бог хочет изменить нашу жизнь. Но все начинается с простого слова. Господь, я каюсь. Если вы еще подходите, мы ждем вас. Подходите, пожалуйста. Подходите. Слава Богу. Проходите. Давайте мы поприветствуем. Знаете, покаяние – это возможность изменить тренера. С дьявола на Бога. Сегодня такое хорошее время. Дорогие, кто вышел, я не прощаю грехи. Я точно такой же человек, как и вы. Прощает грехи Иисус Христос. Я просто помогу вам к Нему обратиться. И вы повторите слова этой молитвы, но в вашем сердце. Бог знает всю вашу жизнь, знает ваши переживания. Он знает о вас все. Отец Небесный. Давайте мы вместе скажем слова этой молитвы. Отец Небесный, я прихожу к тебе, такой, как я есть. Я каюсь во всех моих грехах. Прости меня, очисти, измени мою жизнь. Очисти мою совесть. Прости за всякие неправильные поступки. За весь грех моей жизни. Прости меня. Я принимаю тебя, как моего Бога, как моего Спасителя, как моего Небесного Отца. Я молился, молилась во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Мы вас поздравляем. Не уходите, пожалуйста. Сегодня особенный день в вашей жизни. После этой молитвы вы оказались на раздорожье. У вас есть право вернуться обратно к старой греховной жизни. А есть право начать новую жизнь с Иисусом Христом. Вы не обязаны посещать нашу церковь. Вокруг есть много хороших церквей. Но если вы захотите идти за Богом вместе с нами, мы будем рады вам служить и вас в этом поддерживать. Мы хотим сейчас под аплодисменты попросить вас пройти в центральное наше фойе. Там наши служители с вами познакомятся, вручат вам подарки и помолятся за вас. Проходите, пожалуйста. Мы будем всей церковью вам аплодировать. Слава Богу. Давайте еще больше славы для Иисуса Христа, братья и сестры. Не будем жалеть аплодисментов. Слава нашему Господу. Сейчас перед нами будет молитва благодарности Богу. Сегодня у нас прекрасный праздник, день благодарения. И наши служители, они станут здесь перед сценой, будут держать в руках Слово Божье, Библию, будут держать в руках чашу, как жертву Иисуса Христа. А хлеб, как прообраз материальной благословений, воду, которую нас Господь благословляет в Украине. Также овощи, фрукты. Давайте, пока они будут идти, будем воздавать славу Богу за все духовные и материальные благословения. Слава Богу. Мы сейчас будем совершать молитву и благодарить Бога за благословения, которые имели в жизни. И наши братья будут потрясать теми, что держат в руках и водами, овощами, фруктами, также Словом Божьим, чашей, хлебом, водою. Также мы можем взять в наши руки тоже наши десятины пожертвований. Может быть, кто-то приготовил специальную жертву благодарности для Бога. Вы пережили какое-то серьезное благословение в этом году. Может, кто-то жилье приобрел, транспорт, какого-то семья создалась. Может быть, наладились отношения, ребенок родился. Может быть, Бог вас исцелил, дал хорошую работу, вы имели хороший отдых. А может быть, переживали какие-то трудности, а сегодня, оглядываясь назад, вы видите, как через эти обстоятельства Бог сильно послужил вам, изменил вас. Вы хотите особенным образом Его поблагодарить. Давайте мы возьмем также в наши руки жертвы благодарности, и мы сможем после молитвы в конце служения опустить их в ящик жертвы благодарения Богу. Давайте совершим молитву и скажем спасибо нашему Отцу за все благословения, которые мы имели на протяжении этого года. Господь Иисус, мы сегодня потрясаем перед Тобою всеми благословениями, которые Ты дал нам на протяжении этого года. Мы хотим поблагодарить Тебя. Ты был с нами. Ты не оставлял нас. Ты вел нас и направлял каждый день. Потому что Ты обещал в Своем Слове, Ты сказал, все я с вами, во все дни до скончания века. Ты был с нами в трудные времена, и через благодарность мы могли видеть Твою руку. Ты был с нами, Господь, и в добрые времена, Господь. И Ты многими вещами благословил нас. Мы хотим поблагодарить Тебя за урожай, Господь Иисус. За то, что выросло на наших полях, за то, что Господь есть на прилавках наших магазинов. Мы благодарны Тебе, наш Бог. Спасибо Тебе за то, что в Украине есть хлеб, Господь. Спасибо Тебе, Господь, за то, что, Господь, на нашей земле есть вода, есть обилие водных ресурсов. Спасибо Тебе, Господь. Мы хотим сказать Тебе спасибо за наши зарплаты, за наши пенсии, Господь. За социальные выплаты, за прибыль, которую имеет добрый бизнес. Спасибо Тебе, Господь. За все доброе, что производится в нашей стране, Господь. Спасибо Тебе за все благословения. Мы благодарим Тебя, Господь, за купленное жилье, Господь, кого Ты благословил. Благодарим за транспорт. Благодарим за то, что можем иметь отдых, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарим Тебя за рождение новых семей. Мы благодарим Тебя, Господь, за рожденных деток, Господь. Мы благодарим Тебя за каждого, кто стал на служение. Мы благодарим Тебя, Иисус. Мы благодарим Тебя за всю ту инфраструктуру, которая улучшается в Украине. Благодарим Тебя, Господь. За все то доброе, что происходит. Благодарим Тебя, Иисус. Мы благодарим Тебя за все служения нашей церкви. Мы благодарим Тебя за все проповеди, молитвы, Господь. За всех, кто покаялся, Господь Иисус, кто заключил завет с Тобой через водное крещение, кто восстановился, Господь, спасибо Тебе, Иисус. За всех, кто получили свободу, получили исцеление, Господь, спасибо Тебе. За все домашние группы, районы, регионы, все служения, спевки, миссионерские поездки, Господь, за все добрые дела через социальные служения, мы благодарим Тебя, Иисус. Мы потрясаем всеми плодами, которые Ты благословил нас, и просим, прими эту благодарность. Мы просим, благослови год, который есть перед нами, будь с нами и дальше, будь нашим Богом, храни и оберегай нашу землю. Благослови, чтобы утвердился мир в Украине, благослови наше правительство и тем, кому Ты дал власть управлять страной, чтобы они делали это мудро и богобоязненно. Мы просим, Господь, благослови урожай этого года, будущего года. Благослови дальше воду нашу, Господь. Благослови, Господь Иисус, и дальше наши зарплаты, работы и экономику нашей страны во имя Иисуса Христа. Благослови. Благослови дальше, чтобы каялись люди. Благослови, чтобы они, Господь, крестились Святым Духом, становились на служение. Благослови, чтобы умножались домашние церкви, районы, регионы, поместные церкви. пускай умножается наше объединение пускай растут церкви в украине пускай спасенных людей будет больше господь во имя иисуса мы благодарим тебя за все мы славим твое святое имя но более всего господь мы благодарим тебя за жертву твою за кровь свою твою за то что ты умер и воскрес и ты есть наш бог прими сегодня благодарность из наших сердец во имя иисуса христа аминь давайте славу богу нашему воздадим слава иисусу христу спасибо братья можно проходить давайте еще последним аккордом славы для бога поблагодарим его наше служение подошло к концу и мы завершим его молитвой отче наш отче наш суши на небесах нехай святиться имя твоя нехай прийде царство твоя нехай будет воля твоя как на небе так и на земле хлеб наш щоденний подавай нам на каждый день и прости нам провины наши какие мы прощаем винуватцем нашим и не введи нас у спокусу але визволь нас вид лукаву вот твои царств и сила и слава веке аминь с миром божиим да благословит господь всех нас